Пропал подследственный журналисты, пишут, что он сбежал из суда, а в суде, говорят, он просто ушел. Всего по делу проходят четверо, двое из них как убийцы. К нам приедет Путин, что обсудят президенты, что подпишут. Представители аппарата Джейнбекова рассказали о деталях предстоящего госвизита президента России. Опережая наперед, я сразу хотел бы сказать, что в повестке дня переговоров двух президентов относительно открытия второй базы, значит, не стоит. Единая налоговая декларация, она обязательно для всех, или отчет касается тех, кто имеет имущество. Всем, кто обязан сдать единую налоговую декларацию, советую поторопиться. Бургеры от Тимати, бесплатные булочки с котлеты от российского рэпера наделали немало шума в Бишкеке, а в соцсетях просто разрыв. Всем добрый вечер. В эфире апреля. В это время, как всегда, начинается вечер новостей. Наши журналисты и я расскажем о наиболее важных и интересных событиях в нашей стране и за рубежом в студии Манаса Аджгитов. Из зала суда сбежал подозреваемый в убийстве. Об этом накануне сообщило информационное агентство 24КГ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах. По информации коллег, ЧП произошло в Ламединском районном суде Чуйской области, где рассматривалось изменение меры пресечения одному из подследственных. Почему такое произошло и по чьей вине в суде рассказали только сегодня. Там сообщают, что подозреваемый не сбегал, а просто уехал. И вообще в том, что он не был задержан, виноваты милиционеры. Подробности этой скандальной истории выяснял Марат Ахматов и заодно вспомнил, кто еще сбегал из зала суда в недавнем прошлом. Всего по делу проходят четверо. Двое из них как убийцы. Им уже вынесли приговор по жизненное лишение свободы. И двое как укрыватели преступления. Вот по последним в Ламединском суде 25 марта и должно было пройти заседание. Примечательно, что укрыватели, мужчина и женщина, имена не разглашаются, находились на свободе под подпиской о невыезде. Им должны были избрать другую меру пресечения. Но в то же время, по сообщениям того же Чуйского областного суда, ранее было вынесено решение об их аресте. И вот женщину задержали, а мужчина спокойно уехал. Вначале в побеге обвиняли судью Джолдышпека от Такурова. Моуа не подготовил конвой и соответствующую охрану. Однако позже обвинения посыпались уже в сторону правоохранительных органов. Дело в отношении мужчины и женщины было выделено в отдельное производство и направлено из Верховного суда на повторное рассмотрение. Подсудимые тогда находились под подпиской о невыезде. Но когда дело поступило в Аламудунский райсуд, судья вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста и направил свое решение в милицию и адвокатам подсудимых. Но в ГУВД Чуйской области не приняли соответствующих мер. Но это не самый выпиющий факт. В 2015 году из-под носа сотрудников ГСИН сбежал рецидивист Азатбек Алмхулов. Однако самое примечательное, что преступник, находившийся под стражей в зале суда, совершил побег из сауны, где отдыхал вместе с конвоирами. И тогда силовые органы предоставляли разную информацию. По сообщениям ГСИН, беглеца вывозили в суд на процесс, а в МВД вообще заявили, что его возили на следственный эксперимент. Точку в итоге поставила генеральная прокуратура, сообщив, что на самом деле конвоиры сами вывели Алмхулова и вместе с ним отправились к его супруге. После конвоиры поехали в сауну, где распивали спиртные напитки с девушками. Подсудимый Алмхулов некоторое время находился в отдельной комнате с неустановленной девушкой. Примерно в 19.20 милиционеры обнаружили, что подсудимый скрылся через форточку. В итоге рецидивиста поймали. Он скрывался, переодевшись в беременную женщину. Даже задержали нерадивых конвоиров. Отправили в СИЗО, но позже отпустили, оштрафовав одного из них на 2 миллиона сумм. В 2010 году произошел дерзкий побег из суда банды Джумабека Зикербаева. Преступники обвиняли в серии убийств депутата парламента Руслана Шабатоева, сына нардепа Джосубджана Дженебекова Бахтыяра Амирджанова, бизнесмена Игоря Кизея. Во время побега произошла перестрелка, в ходе которой погиб начальник караула конвоя Талай Атамбаев. Банду задержали спустя 8 дней. В ходе операции Зикербаев был застрелен. В 2011 году из Нарынского областного суда сбежал член ОПГ. Его обвиняли в вымогательстве. Побег он совершил, когда судьи ушли в совещательную комнату и почему-то вызвали к себе конвой. Через несколько дней его задержали, а позже приговорили к 7 годам лишения свободы. Перечислять побеги преступников можно еще долго. Однако все эти события показывают, что уже давно пора менять систему охраны и конвоирования заключенных. Марат Ахматов, Хусан Гафиров, Дмитрий Толстогузов, Телеканал Апрель. К другим новостям. Официальный Бишкек надеется на вывод кыргызско-российских отношений на совершенно новый уровень в связи с предстоящим визитом Владимира Путина в Кыргызстан. Сегодня представители аппарата президента Кыргызстана рассказали, какие темы будут обсуждать лидеры стран и какие документы будут подписаны. Подробности далее. Переезжая наперед, я сразу хотел бы сказать, что в повестке дня переговоров двух президентов относительно открытия второй базы не стоит. Те, которые нарушили незначительно закон и условия пребывания на территории Российской Федерации, у них предоставляется такая возможность выехать за пределы Российской Федерации до 22 апреля, снова вернуться в Россию и тем самым они обновляют свое состояние пребывания, обнуляют его и могут свободно пребывать без нарушений на территории Российской Федерации. У нас объемы по некоторым объективным причинам, они у нас находятся на стадии формирования таких больших объемов, но есть те продукции, которые мы можем уже точно поставлять. Здесь как раз таки в рамках первого круглого стола будет обсуждение возможности развития промышленности предприятия. По итогам 2018 года у нас товарооборот составил порядка 1,6 миллиардов долларов США и по сравнению с 2017 годом рост товарооборота составил порядка 4%. В целом надо отметить, что по поступлениям прямых инвестиций Российская Федерация также является одним из ключевых инвесторов Крымской Республики. И в 2018 году порядка 123 миллионов долларов инвестиций было и данный показатель по сравнению с 2017 годом было увеличение порядка на 25%. В том числе вопросы по строительству малых ГЭС в рамках второго круглого стола у нас ожидается обсуждение вопросов цифровой повестки в рамках ЕАЭС. В Кыргызстане вновь предлагают узаконить дома, построенные без разрешительных документов. С таким призывом опять выступает Алмамбед Шахмаматов. По словам депутата, необходимо узаконить все жилые строения, возведенные до 2012 года, но по тем или иным причинам не оформленные по закону. Таких земельных участков в 47 жилмассивах Бишкека более 3,5 тысяч. Многие застройщики, уверен депутат, были обмануты недобросовестными продавцами и приобретали участки на основании поддельных постановлений. Отметим, депутаты не первый раз выступают с инициативой легализовать в том числе и самозахваченные земли. В социальных сетях по этому поводу пользователи пишут, что неудивительно, что подобные идеи возникают у парламентариев с приближением очередных выборов в стране. Между тем, наглядный пример того, как мошенники работают с земельными участками, будет в нашем следующем материале. Жители Аламединского района Чуйской области обратились в нашу редакцию с жалобами на нелегальную застройку на пахотных землях. Дел этого, конечно, по закону нельзя, ведь в республике до сих пор действует мораторий на трансформацию земель. Ханат Канеметов разбирался в ситуации. Эти земли под Бишкеком много лет засевали ячменем. Никому и в голову не могло прийти, что здесь когда-нибудь начнут строить жилые дома. Участки эти пахотные, а значит, возводить на них ничего нельзя. И хотя до столицы отсюда рукой подать, замечать того, что происходит у них под носом, власти упорно не хотят. Вот здесь видите колышки, здесь есть разметки, разделены все поле на участки по 4 соток. Вот, по таким фиктивным постановлениям они, значит, берут здесь, покупают, не берут просто так, а покупают землю у неизвестных лиц. С высоты птичьего полета поле это выглядит вот так. Улицы размечены, участки очерчены. Кайрат разузнал, что клочок земли площадью в 4 сотки уже продают по 2,5-3 тысячи долларов. Документы на эти земли подделаны, считают местные активисты. 05-10-2009 года постановление датируется. Но это постановление, значит, выдано где-то 3 года назад. Около 3 лет назад. Они получили постановление задним числом. Того, кто подписал это постановление, главы Аламединского Аильного Аймака уже нет в живых. Вместо него сейчас работает другой чиновник, который признал, что бумаги, которые попали в руки местных активистов, юридической силы не имеют. Застройка там запрещена. Нет, конечно. Не допустим. Не допустим. Найзабек Кульбаев говорит, что участки и улицы очертили специалист Аламединского Аильного Аймака. На этом поле действительно собираются строить новую новостройку. Только вот пока ничего не готово. Нет разрешительных документов. Это мы отмечали. А то, что это в рамках инвентаризации вся наша работа проходила. А то, что мы утверждаем, что там сейчас будут фундамент ставить, этого не будет. Как только утвердят генплан, проект детальной планировки и другие документы начнется застройка, сообщили чиновники. До этого любое строительство вне закона. Стоятельные механизмы работают, строительная техника работает. Поэтому мы вот эти дороги сейчас, мы вот траншеи выкопали, чтобы не дать возможность завозить гравий. И тем самым проводить среди населения разъяснительную работу. А кто завозит это? Люди, которые... Ну, вы ловили? Да. Да? Ну, а почему вы в милицию не обратились? В милицию обращались не однако. Не-не, в Акеке, кто завозит? Я не знаю, я не видел. Ну, вот мы сейчас с главой соседнего Аймака были, стоял вопрос. Мы прошлись, да, вот сейчас техника будет вывозить это все. Купившие у неизвестных участки на этом поле строиться не будут, уверил Кольбаев. Участки, мол, получат очередники, люди, которые нуждаются в жилье. Однако местные фермеры против. Я приезжаю сюда пахать. Здесь толпа людей, откуда мы заехали, отсюда, то есть начали нападать на трактор. То есть мы сейчас вас сожгем, вы что делаете, это наша земля. Вот так, да, говорили? Ну, кто-то приезжал, мотал головой и говорит, да, меня обманули, говорили. То есть основная масса людей, они, получается, нападали на нас, нападали, да? Кто продал людям участки? Этот вопрос остается открытым. Местные органы власти называют их самозахватчиками. Коротконемета Владимир Умар-Кулов, Телеканал «Апрель». Считанные дни остались до завершения очередной декларационной кампании в Кыргызстане. В этом году отчитаться о своих доходах перед налоговой должны все граждане без исключения. В том числе и иностранцы, имеющие в нашей стране дом, участок или машину. А нужно ли сдавать декларацию тем, у кого нет имущества? И если да, то как легко это сделать? Выяснял Канат Рыскулов. Всем, кто обязан сдать единую налоговую декларацию, советую поторопиться. 1 апреля наступает последний день подачи. Ну а потом штрафы. А сдавать надо по месту регистрации. В моем случае это Свердловский район. Попробую сдать декларацию без интернета. Форму можно получить на месте или поступить, как я, распечатать на работе. Вот такая стопка бумаг. Это 102 форма. Она для индивидуальных предпринимателей, коим юридически являюсь я. Ну, довольно-таки сложная система. Разобраться очень нелегко. Наверное, мне понадобится помощь специалиста. Самый главный вопрос. Кому надо сдавать декларацию, а кому нет? Сдавать надо всем, у кого есть ценное имущество и существенные доходы. Эдинного декларации обязаны подать в юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые работают по патенту тоже, физические лица, которые имеют движимые и недвижимые места, а также земельный участок, крестьянские и фермерские хозяйства, которые осуществляют деятельность без образования юридических лиц. Если на вас не оформлено ни одно из вышеперечисленного или у вас ни копейки за душой, вы автоматически освобождаетесь от отчетности. Однако дом или машину государству надо указать. Кому-то все удается легко, но и недовольных хватает. Они отправляют туда, сюда, и толком не знаем. Вот поднялся, они сказали, что ничего не надо здесь прилипать, к ксерокопии не надо. А сейчас вот сюда пришел, они требуют ксерокопию. Не знаю. Много времени потратили? Ну я с 10 или с 9 утра здесь. Обслуживают довольно быстро. Прошла без очереди и уже сдала декларацию. У меня торговая точка, и сдаю декларацию каждый год. Каждый год оплачиваю. Мне не говорили про эту пеню. Сейчас выясняется, что у меня пеня почти 500 сумм. А вы сдаете каждый год? Конечно. Я оплачиваю, и сдаю. Но у меня инспектор говорит, нет. Мы, типа, говорили, я хочу просто довести это дело до конца. Эти 500 сумм, которые мне в пеню насчитали, я не буду их оплачивать. Вот сейчас я пойду к начальнику. Вы можете пройти сами. Вообще, многие отмечают, что стало легче, очереди меньше. Согласны ли с этим? С этим да. Сдаю декларацию впервые, поэтому сложно разобраться. К тому же бланки только на русском. Я тут не все понимаю. Штраф для физического лица составляет 1000 суммов. Для юридических лиц в 5 раз выше. Как утверждают в налоговой, специалисты всегда готовы прийти на помощь. Однако в управлении у нас потребовались свернуть съемку и не показывать негативные явления. Видимо, сами специалисты налоговой стесняются показывать большие очереди. Неудивительно, ведь в форме 102, к примеру, 16 страниц, которые нужно изучить. Во избежание толкотни советую заполнить все в режиме онлайн на интернет-страничке налоговой службы salik.kj. Канад Рескула, формат Усена, в телеканал «Апрель». Продолжаем выпуск. Соцсети Кыргызстана накануне разорвало. В Бишкек для открытия собственного фастфуд-кафе приехал Тимати. Да не просто приехал, а лично раздавал 1000 бесплатных бургеров. Но что из этого вышло, смотрите в нашем традиционном обзоре социальных сетей. Самые интересные комменты не только про это событие для вас собрала Олеся Цурикова. Накануне любители халявной еды, а именно так прозвали беснующуюся толпу в соцсетях, заполонили все пространство перед Азиамолом. Толпа собралась агрессивная, примерно как те женщины на акции магазина с дешевыми сковородками. Каждый пытался что-то урвать, толкались, пихались, перепрыгивали через ограждение. Некоторых уводила милиция. Взять одного певца, прибавить несколько сотен бургеров и приплюсовать около 20 тысяч человек. Вот вам и драка, и давка. Повез туда ребенка. Это был какой-то кошмар. Сначала народ чуть ли не поубивал друг друга из-за черных шариков. Еще до приезда Тимати распять на всю толпу орали, чтобы не топтали детей. И все это из-за тошниловки с пятью столиками, который раз убеждает, что мероприятие на открытом воздухе стоит обходить за 10 километров стороной. В толпе дети терялись. Милиционеры вернули около 20 мальчишек и девчонок их невнимательным родителям. Поесть халявных бургеров хотелось всем. Самыми голодными оказались... А угадайте кто? Вы ни за что не угадаете. Конечно же политики. Не в толпе, но позади у сцены светилось счастливое лицо Иссы у Муркулова с бургером в руках. Но неподалеку в страстном ожидании стоял Ахматбек Кельдебеков. Привыкший к халяве. Инстинкты не скроешь. Позорище. Вечно голодные. Молодежь, понятно, в поклонники собрались. Наш депутат все же личность героическая. Даже на бесплатной раздаче бургеров успел народ обожрать. Из 20 штук съел два. И действительно, ведь поесть пришли. Открытие бургерной все-таки. Однако многие ребята, посетившие мероприятие, утверждают, что бургеры здесь ни при чем. Они пришли посмотреть на звезду, ведь рэпер устроил еще и мини-концерт. А любимого исполнителя вживую встретишь нечасто. Мне бургер не нужен. Можно мне просто тебя потрогать? Серьезных происшествий, к счастью, не произошло. Только кто-то потерял ботинки у торгового центра. Но это не критично. Напоследок этой новости скажу, что теперь наши соседи-казахстанцы тоже ждут открытия Black Star Burger. У себя. В славном городе Нур-Султане. Ну, а я, наконец, перехожу к другому. В Красноярске прошел чемпионат по мужским пощечинам. Отшлепать друг друга с радостью собрались несколько сибирских мужчин. После соревнований все мужчины румяные, красивые. Призовой фонд турнира 30 тысяч рублей. Но мне кажется, эти дядьки там явно не из-за денег. Если у нас проводить такое будут, я пойду участвовать. Шапалаки раздавать. Единственное спортивное состязание, где я, возможно, могла бы выиграть. Не каждому участнику удавалось удержать равновесие после ударов. Ну и последняя шутливая новость на сегодня, которая облетела все соцсети. Один 84-летний житель Великобритании долгие годы притворялся глухонемым, чтобы не разговаривать со своей болтушкой женой. Она не растерялась и два года учила язык жестов. Но как только у нее начало получаться, муж стал стремительно терять зрение. Обман раскрылся, когда женщина якобы увидела видео, на котором ее супруг поет в караоке. Комментаторы от находчивости пенсионеров в восторге. Вот это выдержка! Жаль, что прокололся. Рукоплещу стоя, право! Если верить статье, у пары уже 13 внуков и мужчина притворялся, чтобы не разрушить брак. Ну, разводиться ему действительно не придется, потому что новость оказалась фейковой. Но многих она заставила всерьез задуматься и иначе взглянуть на своих половинок. На этом у меня все. Олеся Цурикова, Дмитрий Толстогузов, Хасан Гафиров. Телеканал Апрель. А теперь пришло время спортивных новостей. С ними вас познакомит наш обозреватель Оскар Насипкулов. Оскар, привет! Тебе слова. Здравствуйте! Затрону тему футбола и расскажу главную спортивную новость сегодняшнего дня. Но о ней чуть-чуть попозже. Давно не видели настоящего фейерплей? Кыргызстанский футболист команды Галатасарая до 14 лет Бекнас Алмазбеков это показал. Во время матча молодежного чемпионата Турции он симулировал падение в штрафной соперника. Матч судила девушка и назначила пенальти. Но игрок признался, что нарушения не было. Тем не менее, рефери не стала менять свое решение. Тогда Алмазбеков специально пробил мимо ворот. Тем временем продолжаются матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Вчера в Лиссабоне Португалия не смогла обыграть сербов 1-1. Но матч запомнился совсем другим. Португальский защитник Пепе буквально шипами наступил на ногу Тадича. Мерзкий поступок. Его обсудили даже в соцсетях. Пепе главная м***ь современного футбола, конечно. Пепе грязнее Рамоса будет. А тут ой как постараться нужно. Гадкий игрок. А вот Криштиану Роналду, который вернулся в сборную, наверное, сильно пожалел об этом. В начале матча ему разбили нос. А спустя несколько минут капитан Португалии получил травму. И его заменили. Однако Криро просит не паниковать. Такое случается. Это футбол. Этим рискует каждый, кто выходит на поле. Я спокоен, потому что знаю свое тело. Без проблем вернусь в строй за одну-две недели. Ну и напоследок самая громкая новость уходящего дня. Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. Ребята, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, известного как смешанное единоборство. Желаю всем моим старым коллегам успехов и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии. Ну а я, если честно, не верю, что он больше никогда не выйдет в октагон. Вот так вот. Почему не веришь? Ну, дело в том, что он ушел все-таки после поражения от Хабиба Нурмагомедова, а великие люди после поражения не уходят. Коим является Конор Макгрегор? Спасибо, Аскар. Это был наш спортивный обозреватель Аскар Насипколов. На этом наш вечер новостей не заканчивается. Через полчаса смотрите Джангл Таркетчи Сайдай Самеевы. Я напомню, смотрите и обсуждайте наш материал также в социальных сетях. Мы их публикуем на официальных страничках Апреля в Фейсбуке и в Инстаграме, а также на Ютуб-канале. Всем приятного вечера. Увидимся завтра.